Последний домашний матч баскетбольного клуба «Союз» стал настоящим праздником для болельщиков. Сразу было видно, «Союз» настроен на победу. На своей площадке зареченцы принимали челябинское «Динамо». С первых минут встречи наши баскетболисты вырвались в лидеры. Стартовую десяти минутку «Союз» выиграл, правда, с небольшим отрывом – 19-16. Во втором игровом отрезке челябинские баскетболисты по-прежнему выступали в роли догоняющих. На большой перерыв команды ушли при счете 43-39. Преимущество было у зареченцев, но предположить, как сложится вторая половина матча, не брался никто. Как думаете, выиграют сегодня? Да не знаю, тяжело. Как думаете, с каким счетом сегодня выиграют? Я затрудняюсь. Так непредсказуемо идет игра. Надеемся, что наши выиграют. Мы очень за них болеем. Тем более сейчас команды остались сильные и бороться трудно. Но все равно мы стараемся, мы побеждаем. И я думаю, мы утвердимся и бронзовыми призерами останемся, как и были в прошлом году. Мы за них очень болеем и хотим очень этого. А с каким счетом сегодня выиграют «Союз»? Ну, я думаю, 15 очков мы выиграем точно. После перерыва гости стали играть более жестко, хотели переломить ход игры и выйти вперед. Но «Союз» не позволял челябинским спортсменам даже сравнять счет и постепенно увеличил отрыв до 7 очков. Итог третьего периода – 61-54. Зареченцы по-прежнему впереди. Решающей в домашнем матче с челябинским «Динамо» стала заключительная четверть. «Союзовцы» превзошли соперника по блокшотам, перехватам, точным двух- и трехочковым броскам. За 10 минут «Союз» обеспечил себе отрыв в 28 очков. Финальная «Сирена» зафиксировала на табло счет 92-64 в пользу хозяев площадки. Сегодня видно было, что все-таки командная игра. И мы именно в командный баскетбол сегодня сыграли как защитие нападения. И из-за этого у нас, конечно, и пришла победа. Командная игра получилась за счет того, что «Союз» вышел на площадку в полном составе. После травм восстановились Михаил Бойко и Владимир Чичайкин. Было очень тяжело в физическом плане, эмоциональном. Было чуть страшно. Давно не играл, полтора месяца отдыхал, ничего не делал. Только вот четыре тренировки я тренировался, но было очень тяжело. Прямо после половины хотелось тренеру подойти и сказать, что все, уже не могу, просто хочу куда-нибудь пойти, полежать. Было нереально тяжело. Но потом, когда уже эмоции перехлынули, уже более на эмоциях, уже начал играть. Но без неприятностей в домашнем матче не обошлось. В финальной четверти получил травму Владимир Окороков. Из-за этого он пропустит выездную встречу с Челябинским «Динамо». Зареченцам предстоит провести вторую игру с этой командой за третье место чемпионата России в высшей лиге. Выиграть в Челябинске будет непросто. Команда достаточно опытная. Несколько человек играет в суперлиге. В прошлом году еще играли. Но так как образовалась команда в высшей лиге в Челябинске, и задача у них, конечно же, будет в призерах. Мало того, что в призерах им еще и на следующий год вроде как бы обещали бюджет под суперлигу. То есть задачи, естественно, хорошие. И игроки достаточно опытные. Тем не менее, в Челябинск наши спортсмены едут только за победой за бронзовыми медалями чемпионата России в высшей лиге. Возможно, их судьба решится уже в эту субботу, 25 апреля. Посмотреть матч между командами «Союз» и «Динамо», который состоится в Челябинске, болельщики могут в режиме онлайн на сайте Российской Федерации Баскетбола.